Муниципальные выборы Очень часто мы ругаем наших депутатов, причем знаете как ругаем? Если они занимаются общими делами города, но мало занимаются делами общины нашей, мы говорим, ну что это вы, вы занимаетесь общими делами и не занимаетесь делами общины. И наоборот, если они занимаются делами общины, ну что вы мелочами занимаете? Вы займитесь общими делами. Вот такая странная ситуация сложилась в городе нацрад Элите. Там побывал наш корреспондент Людмила Зузовская. Посмотрите, пожалуйста, ее репортаж, а затем мы его обсудим. В кои-то веки 47-тысячный Насрат Элиб стал главным поставщиком скандальных инцидентов для новостной ленты. То неудачная попытка переименования города, чему воспротивилась русская улица, то прокурорская проверка подозрений в шантаже на одним из членов горсовета, то камера слежения в кабинете мэра засекает русскоязычную уборщицу, копирующую документы со стола городоначальника. И совсем еще свежий скандал, когда мэр наказал русскоязычных бунтарей в горсовете, отстранил от работы в комиссиях за то, что воспротивились созданию комиссий по вопросу легитимации строительства в городе арабской школы. Так возглавляющий список НДИ Алекс Гадалкин лишился портфеля абсорбции. Не обошелся без потери бунтовщик Илья Розенфельд, молодой политолог, депутат из списка самого мэра. Они неплохо начинали вместе под ярким брендом «Город проснись» и, кажется, добудились. Город проснулся. То, что сейчас у нас творится в городе, такого еще не было. Базар, скандалы, один на другого пишет. Мамаше даже не хочется ни читать, ни слушать. Кроме грязи, увеличившейся, к сожалению, кроме тоски среди этих блочных домов, ничего другого в изменениях каких-то. И в надеждах на них нет, я не вижу и думаю, что их просто не будет. Неспокойные муниципальные коридоры нацерат элита отчасти смахивают на эти базарные ряды, расквартированные в центре города. Только здесь, на рынке, непримиримые стороны довольно быстро приходят к консенсусу, чего не скажешь о муниципальных высотах, где торг явно затянулся. И главное, непонятно, кто в ответе за весь базар. Еще учтем, базар случился на фоне серьезных демографических социальных проблем израильской Галилеи. На фоне безработицы, оттока молодого работоспособного населения в центр страны и встречного потока из окрестных арабских сел в еврейские города. Нацерат элит, претендующий на звание столицы Галилеи, эти проблемы не обошли. И более того, один из городских районов, Шхунат-Крамим, где проживают тысячи арабов, вот-вот сольется с арабским назаретом. Пять риелторских арабских фирм в поте лица отслеживают квартиры на продажу. И полторы тысячи арабских ребятишек вот-вот заявят о необходимости арабской школы в городе. Вслед за школой, само собой, последует требование об открытии мечети. Они нас и так уже без боя взяли. А потому что их сильно много стало здесь в городе. Не нужно тут эта школа. Они живут там в нижнем нацелике, пусть там и живут. Чего им тут сюда лезть? Наш город уже наполовину арабский. Наполовину арабский. Мы раньше не слышали, мула поет. Вот синагоги не слышно, а мула как поет 4 часа, это слышно. Сказать вам правду? У каждого гражданина страны есть право на образование. У арабских жителей нашего города тоже законное право на школу. Чуть позже в канцелярии мэра последует уточнение. Речь идет пока не о строительстве, а о создании комиссии, которая и решит, быть или не быть арабской школе в нацрат элите. Сам мэр Шимон Гавсу, сторонник скорее левантийского подхода к решению острых проблем, старается избегать конфронтаций. У него в коалиции два депутата из арабского списка. И судя по темпам галилейской миграции, к следующим выборам их будет больше. Существует правило игры и существует коалиционная дисциплина, касающаяся голосования. К сожалению, новые молодые члены Горсовета, оказавшиеся голосовать, не имеют достаточного политического опыта, не понимают важность вещей, за что и были наказаны. В частности, один из них лишен портфеля абсорбции. Это небольшая санкция, предупреждение. Портфель абсорбции я могу сегодня взять, а завтра вернуть, если он будет еле тов. В смысле, хороший, послушный мальчик, благонадежный член коалиции. Но дело в том, что мальчики оказались не пластилиновые. Алекс Гадалкин, глава местного списка НДИ, и Илья Розенфельд, из списка самого мэра. Наши голосования должны показать ему, что что-то не так, что город не согласен, город уже давно проснулся, город не спит. Город в курсе грандиозных планов мэра и построительства жилого района. Для 10 тысяч ортодоксальных граждан. Русская улица нацрат элиты не скрывает по этому поводу скептицизма. А мэр оптимизма. Микрорайон на три с лишним тысячи единиц жилья станет между двумя арабскими населенными пунктами. Положительно скажется на демографических реалиях города. В то же время, в относительной удаленности, никто не будет вмешиваться в чужую жизнь, заглядывать в чужие тарелки и некошерные магазины, обещает мэр. Он решил усилить город за счет того, что он здесь будет поселить ортодоксов. Это тоже абсурд, потому что у нас получится взрывчатый конгломерат. Ортодоксы, арабы и русские. Мы просто не сможем жить в этом городе. Роскошная панорама с начальственного балкона, чистейший прозрачный воздух, обещает столице Галилеи заманчивые перспективы. Между прочим, после муниципальных выборов Шимон Гавсу вступил в партию НДИ рядовым членом в прямое подчинение Алексу Гадалкину. Тому самому Гадалкину, которого лишил портфеля абсорбции за нарушение коалиционной дисциплины. Вот такая ситуация. Я хочу представить наших гостей. Это люди, которые очень хорошо разбираются в муниципальных делах. Адвокат Юлия Малиновская, депутат горсовета Холона. Здравствуйте, Юлия. И доктор Лидия Белотская, советник мэра Иерусалима. Здравствуйте, Лидия. Милые дамы, ну так что нам делать? Юля, скажите, пожалуйста, вот быть нашим депутатом, вот этими мальчиками, хорошими мальчиками, как сказал мэр Елитов, или быть все-таки Елитра? Ну вот опасность, он был Елитра, лишился портфеля абсорб. Елит хахам. Елит хахам. Вот объясните, что это такое, пожалуйста. То есть, безусловно, о никаких хороших мальчиках не может быть и речи. Не для этого нас избирают городские советы, чтобы мы там сидели и, так сказать, были хорошими просто для всех. Нельзя быть хорошим для всех. Есть какая-то ситуация, есть какая-то позиция. При тем, как идти к вам, я переговорила, естественно, с нашими ребятами в Нацрат и Лидии. И попыталась разобраться, в чем проблема. То есть, я так поняла, что стоит вопрос о том, чтобы строить арабскую школу в Нацрат и Лидии. А вопрос зачем? Есть государственное образование. Государство Израиль строит школы, в которых учатся все дети, которые там должны учиться. Почему нужно сегодня строить отдельную арабскую школу в этом городе? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если даже у этих детей... То есть, я так понимаю, что полторы тысячи детей не говорят просто на еврейском. Эти школы готовы их принять? Никакой проблемы нет. Город готов в те школы, которые есть... Они говорят, что мы не говорим на еврейском. Хорошо. У них рядом с ними есть город Нацрат. Опять-таки, по той информации, которую я получила, эти дети могут абсолютно спокойно учиться там. В этом город не создает проблем. Вы знаете эти проблемы. Когда ребенок из города Алиф хочет учиться в городе Бет, город его не дает открепление. В данной ситуации такой проблемы нет. Юль, вопрос-то вот в чем. Вопрос в том, что является ли этот вопрос достаточно принципиальным, чтобы, скажем, потерять портфель абсорбции. Ведь, потеряв портфель абсорбции, Алекс Гадалкин сегодня не может реально помочь новым репетриантам, тем, кто его выбирал. Он лишен этого портфель, он лишен этой возможности. Это как раз... Вот стоило ли из-за этого... Вот я не знаю, у меня нет ответа на вопрос. Я вам отвечу. Пожалуйста. Я возвращаюсь к тому, что вы говорили в самом начале, да? Нас иногда ругают, что мы не занимаемся проблемами общины, занимаемся общими. В данной ситуации то, чем занимается Алекс, я так понимаю, это вопрос принципиального значения для жизни города. Соответственно, этот вопрос напрямую касается и наших соотечественников, потому что то, где мы живем, то место, где мы живем, определяет качество нашей жизни. То есть, если там это сейчас все произойдет, люди будут недовольны. И если эта позиция, которую занимает Алекс Гадалкин, члена нашей фракции, безусловно, достойна уважения и внимания, и их борьба, она объективная, она имеет место с тобой. Мэр-то тоже получилось, что он член вашей фракции, вот я слышу, что он вступил в партию НДИ, то есть он тоже член фракции? Да, это очень, скажем так, давайте, это очень тонкий вопрос. Я не настолько владею информацией именно в этом ключе, чтобы дать вам ответы, поэтому это будет не те.